Всем привет, мои хорошие! Наконец-то мы с вами в этом ракурсе. Нормально видно еду, аппетитная еда, прекрасное место. Я у себя дома, наконец! Все спрашивают насчет влогов. Влоги будут, но потихоньку. Сегодня у нас курица-гриль. Это не из Браво, а из другого супермаркета. Она здесь стоила намного дороже и выглядит, если честно, менее аппетитно. Посмотрим сейчас. Вот такой вот напиток купила. Лаймон фреш называется. И наш араб. А еще я внизу постелила пастилу. То есть пастилу тоже будем кушать. Здесь сыр, который я привезла из деревни, лучок зеленый и, конечно же, редиска. Вот так проголодалось. Время 12. Ой, нет, не 12. Полтретьего. Почти полтретьего. Я только сейчас обедаю. Позавтракала я в 6, как вышло. Газированный напиток прям обалденный. В общем, как прошел мой сегодняшний день. Я сегодня приехала. Очень хорошо. Почти за полтора часа, представляете, у нас водитель так гнал. Он спешил сам в Баку. Поэтому гнал, и мы приехали очень быстро. Спустилась, купила, потому что дома ничего не было. С собой тоже таскать неохота было. Ну, так себе курица, если честно. В Браво и дешевле, и вкуснее. Так вам на заметку. Я, получается, доехала до Хачмаза. Потом оттуда села. Не то что на автобус. Это был такой ВИТО. И доехала до Баку. Оттуда взяла такси. Приехала домой. Влогов насняла там дофига. Но они будут выходить постепенно. А то получится какая-то каша. Завтра как раз выйдет тот влог, который мне больше всего нравится. Он суперинтересный. А еще со мной произошел такой, знаете, немного неприятный момент, так скажем. Я хотела сначала во влоге вам рассказать. А потом я подумала, смысл повторяться. Одно и то же говорить во влоге. Потом на мукбанке, как попугай. Почему я это вам рассказываю? Чтобы предостеречь вас. В общем, вот этот вот стол, за которым я сейчас сижу и снимаю для вас видео, я его купила сравнительно недавно. Купила именно для мукбанка. Я почему-то не подумала, что он слишком низкий. И вам никогда в кадре не видно стол. Я сижу у бабушки в комнате. И комната и таки маленькая. Этот стол немного мешает. И бабушке мешает. Я себе хочу заказать другое. Такой маленький, но высокий. У меня еще вот здесь такие табуреточки стоят, кто не видел во влогах. Какой у меня здесь механизм. В общем, суть заключается в том, что я заказала этот стол год назад, не подумав. Вообще ни о чем не подумав. И он хороший стол. Просто он мне не нужен. Я решила его продать. Выложила на сайте. Все как полагается. И цену такую сравнительно недорогую. Пишет мне, значит, девушка. Я сразу немного удивилась. Она сразу написала на WhatsApp. Я в описании оставила мамин телефон. И она написала на WhatsApp маминого телефона. начали там переписываться о столе и так далее. Попросила кинуть фотографию. Я кинула там. Спросила там, сколько сантиметров. И так далее. Ну, естественно, на все вопросы ответила с мамой. Потом девушка говорит. Я, говорит, сейчас нахожусь не в Баку. Я нахожусь в Гяндже. Приедет транспортная компания и заберет у вас стол. Я говорю, окей. А как насчет оплаты? Я-то предполагала, что транспортная компания нам отдаст денежку или в сопровождении транспортной компании будет какой-то ее знакомый. Она говорит, нет. Способ оплаты транспортной компании проходит на сайте. Кидает мне ссылку на сайт, который я вижу впервые. И говорит. Вот вы видите, у меня баланс. 1500 монат. Из этих денег вам вычтется ваша сумма и вы сможете перевести ее на карту. Отправляет мне вот этот вот скрин, где я нифига не понимаю. Я говорю, а в чем проблема просто перевести деньги на карточку? И она начинает. Она или он, непонятно, когда я по видео просто звонила, она не брала. на фотографии девушки там. Почему я вам рассказываю, чтобы вы не попались? Никуда свои данные никогда не вбиваете. Особенно в непонятные места. я ей пишу. Через никакой сайт я ничего не хочу. Тем более, свою карту заполнять. и номер еще такой, знаете, не азербайджанский. Надо, кстати, в интернете посмотреть. Вот фотография. Такая. И номер. Плюс 996. 707. и номер. Еще папа сказал такую умную вещь. Он говорит, представь, ты покупатель. Ты хочешь купить стол. Неужели тебе неинтересно своими глазами увидеть стол перед покупкой? Ты уже переводишь деньги, хотя еще транспортная компания не приехала и так далее. Вдруг ты вообще кинешь. То есть, очень сильно было подозрительно. Как я поняла, мне кажется, фишка в чем? Вы на этом сайте заполняете все данные своей карты. А потом они все, что есть у вас на балансе, как пылесос вытягивают себя. Она прям настаивала. И такое ощущение, что человек меня не слышит. Я говорю про одно, она говорит про другое. Потом там маме нужно было в супермаркет. Я уже начала со своего телефона писать. Она все, как попугай. введите свои данные на этом сайте. Это безопасно. Не волнуйтесь. И заберите свои деньги. Я в конце сказала, знаете что? Я вообще не собираюсь вам ничего продавать. до свидания. Я начала мне... Я уже заплатила транспортной компании, они приедут, вы не можете меня кинуть. Я говорю, как вы можете заплатить уже транспортной компании, если я вам еще адрес свой не сказала? как вычисляется это? Короче, суть в том, что она просто хотела, чтобы я вбила данные свои карты. И все. Дальше что будет уже непонятно. Курица какая-то, знаете, хоть я и голодная, не могу сказать, что прям вау. Не вау. В брау она такая, знаете, прям разваливается. Нежная, сочная. До этого мне Жали рассказывала, что тоже натыкалась на похожий вид мошенничества. С появлением интернета вот эти все карманники водишки, мне кажется, перешли на интернет-платформу. Вот я поняла. Например, какой-то пенсионер выкладывает ненужные себе вещи и свою пенсионную карточку данные вбивает там. Ну вот представьте себе такую ситуацию. И последние деньги пенсионера люди просто крадут крадут. Человек-то, понятное дело, хочет продать то, что он поставил и думает, блин, ничего, рискну, а вдруг получится. Ну ладно, в общем, вы поняли. Будьте аккуратнее, не ведитесь. Вообще, данные своей карты никуда не выбивайте, особенно в неизвестные какие-то сайты. Ладно, Алиэкспресс, Шеинь, какие-то такие сайты. Что касается деревни, отдохнула я замечательно, но дело в том, что у нас в деревне нет условий для проживания. Интернет настолько слабый, что я шесть часов пыталась загрузить видео. И в конце вышла какая-то неизвестная ошибка. и все. Если иметь хороший интернет отоплительную систему, то в деревне классно. Я сидела под деревом и думала, вот мы сейчас суровые. вы знаете, прикол заключается в том, что когда ты в любую моменту можешь заказать роллы, ты их хочешь не настолько сильно, чем когда ты просто сидишь под деревом и знаешь, что заказать их негде. Сейчас я дома одна. Мне почему-то кажется, что там кто-то ходит. хотя скорее всего мне просто кажется. Мой котик у подруги, у Жале. уже сегодня забрать не успею, тем более сегодня Жале на работе. Завтра думаю, пойду посижу, еще чай попью, поболтаю. потом как-нибудь на днях хочу позвать Жале с ночевкой ко мне. Все равно я одна. Скучно. Одна. Лучок так полюбила. Ваше здоровье, моя хорошая. Вообще на этих сайтах, где продают покупают вещи, очень часто у нас здесь бывают лохотроны. Говорит, ты мне почты отправь. Одной знакомой слышала. Она отправила. Ей сказали, как получу, сразу переведу денежку. До сих пор ждут. Уже год прошел. там сумма небольшая. Насколько я знаю, полиция такими мелкими делами не занимается. У меня камера уже мигает, если вдруг выключится. Извините. кислая пастила здесь. Я наелась, было очень вкусно. Не забывайте подписываться на мой канал и добить мне 200 тысяч. Всех люблю. Пока.